привет мои хорошие меня зовут алина я рада приветствовать вас на своем канале сегодня вместе с вами хочу распаковать вот такие две ко мне приехали посылочки сначала мы начнем наверно вот с этой здесь все товары для ноготков лачки и красивые это ко мне сегодня приехала 6 лаков от бренда лак прекрасно приходит упакованная вот таких красивых коробочках в окошечках новые уже все лаки приходят в окошечках наверху всегда есть название вот такая красота еще красивую часть недавно на моем канале был большая большая вот смотрите какой красивый распаковка этих лаков выкраска если не видели то обязательно посмотрите очень симпатичные красивые лаки раньше лаки эти продавались на родном сайте а лаккер ну по сожалению временно он бренд не бренд а сайт временно не работает вот такой у нас красавец сегодня будет и поэтому сейчас эти лаки можно будет приобрести в магазине лакодом ссылочку на магазин я вам обязательно оставлю после видео ну вот такая красота это у нас давайте сразу распакуем следующее потом перейдем более подробно рассмотрим здесь у нас я вижу коробочка милейшая коробочка милые ленточки тоже очень красиво здесь у нас находятся базы это новинки хорошо запечатаны вот такие вот базы н2о да h2o как будто давайте тоже их все достану и уже более подробно вам все расскажу так на дне мы видим название что очень удобно и приятные бутылочки такой красивый оттенок пыльная роза я так сразу подумал попозь очень как я уже сказала это новинка мало кто не знает но сегодня вот я вас с ней как раз познакомлю и последний очень приятно красивая когда открываешь и видишь такую красоту а здесь вообще шиммерный люблю шиммерные все кто такой же как я напишите кто любит шиммерные лаки светло-розовый шиммер вот надеюсь вам видно ну вот такая красота опять значит вас в такой красоте ко мне пришли давайте все вместе вам покажу значит вот такие эти наверно в порядке похоже в оттенке она выложу вот так вот такая красота смотрите и разные оттенки у наших баз это ли у нас лечебные базы которые созданы специально для профилактики заболеваний ноготков для их укрепления эти базы лечат от грибка и от низолисисом можно использовать их как базы а можно использовать как самостоятельное покрытие потому что как вы уже обратили внимание база у нас камуфлирующие что отлично подойдет на каждый день базы прекрасно подойдут для ноготков после гели лака которые у нас расслаиваются очень такие слабенькие крели не крепкие вот можете сделать паузу и посмотреть более подробно состав баз базы производится по густу вот видите восстановление профилактика от грибка нехолизиса ногтей входит состав антифугал и витамины ну такие базы сегодня я вам показал и еще что могу сказать на типсы их наверное мы выкрашивать конечно не будем смысла как бы не да но на своих ноготках и обязательно и буду выкрашивать не знаю будет ли это видео но в телеграме или в инстаграме на своих каналах то обязательно я их там буду публиковать поэтому если вы еще не подписаны на мой инстаграм или telegram то обязательно подписывайтесь ссылочка всегда на мой телеграм и инстаграм находится под видео или шапки профиля да тоже можете подписаться и вот как они выглядят обязательно увидите более подробно но сейчас давайте поговорим уже о лаках сейчас я их распакую к вам вернусь вы знаете вы хотела убрать уже базы коробочку и вот обратил внимание вот эти две базы наверное вы тоже заметили очень кажется похожими но все-таки различие у них уже можно обратить внимание есть здесь у нас просто такой как кремовый а здесь есть шиммерок тоже есть шиммер такой серебристый вот если рядом показать но и оттенок мне кажется здесь более холодно здесь что-то уже более бежевым ну как я уже говорил более ясно будет на ноготках вот так выглядят наши лайки без коробочек перед вами все названия лаков чтобы было удобно сразу рассматривать и запоминать вам какой-то лак может быть захотели бы себе приобрести что мы здесь видим здесь у нас пять лаков это новая коллекция коллекция этого лета 2023 года вот этот лак у нас совместно с блогером сделал и он выпущен весной то есть вышел в предыдущей коллекции которая как раз была у меня в предыдущем видео обзоре как раз была и такая вот весенней коллекции если интересно можете посмотреть там тоже был еще один лак который тоже был с блогером сегодня наверное уже обратили внимание на моих ноготках как раз лак от лакер вот такой вот красивенький вам на камеру он передается более ярче на самом деле он хаки цвет вот такой симпатяга очень красивый все исчезнет но не мог называется вот видите мая двадцать двадцать третьего года коллекция майска очень красивенький маникюр моему уже не только сильно просил поэтому наверно заметили затертые кончики сегодня мы уже три дня сильно нужно это не обращать внимание ну так лак очень красивый внутри дня и в принципе хорошо носит честно говоря вот эти кончики такие затертые мне получились за счет сушки за сушки сразу почему-то произошло сушку у меня тоже такая от лаккера ну не знаю что сказать вот именно мне почему-то никак и с не могу сдружиться один лак от их этого бренда хорошо не стянуло ничего не сделала то есть сушка да ну с другими с некоторыми которые я уже выкрашивала ну что тут как-то никак вот у меня не получается я стараюсь думаю может быть как-то не так наношу если у вас уже есть эта сушка напишите как вы у вас все ли хорошо то есть я как нанесла мне немножечко отсюда сразу стянулась не сильно ну как бы есть и кончик был тоже такой сразу немножечко беленький то есть даже не 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 могу сказать что лак затерся за три дня так может быть даже лучше бы носился да простить меня бренд ну да может быть лучше носился другие с другой сушкой а так очень красивые мне очень нравится комплементарный такой лак для сейчас у нас осень такое осенние листочки или еще на зеленый ну уже да вот он у вас прям зеленый я говорю он более хаки ну все хоть про мои ногти эту скажите о заговорила алина давайте знакомиться уже с лаком поближе этот как я уже сказала вот видите август 2023 года вот наше красивое название и вот такой парад прекрасный разбили беленький с капли розоватого с голубым шумерком такой с розовый слюдой но очень такой милый милый лак прямо очень симпатичный уже хочется вот скорее накрасить на ноготки так следующий у нас вот такой красавец это у нас черный из голографии и там же еще есть фиолетово-синие мультихромные слюда ну что-то тут прям буйство намешанного всего очень красиво смотрите какую очень красиво да ну мы все них еще выкрасим на типсу поэтому оха вот это вообще 3 какой сверкалочка линейный голографик такой зелененький вот такое у нас название красавец там внутри тоже сюда мультихромная фиолетовая слюда еще из этой коллекции у нас тоже вот такой красавец тоже подобный зеленый вот сравнение до мои ноготки и это тоже совсем другой зеленый здесь уже что-то с голубым тоже есть такой золотой или зеленый шиммер внутри слюда оранжево-красная думаю но очень тоже красивый и последний из этой коллекции у нас вот такое название это такой яркий розовый что близко к фукси наверно даже оттенку тоже там мы наблюдаем голубой шиммер такой более крупный да и слюда сине-фиолетовая думаю так ну его который создан с брендом с блогером извините тоже очень красиво это такой сиреневый оттенок вам передается он более голубым на самом деле он такая теплая сирень там голография голубой шиммер яркий такой да голубой шиммер очень симпатичный очень красивый ну что давайте выкрашивать выкрашивать будем на типс которые мы с вами уже выкрашивали этот же лакер у меня тут осталось 3 типс очки хочу к ним дополнить это вот кстати все красавчики которые были в предыдущем видео вот их мы с вами и выкрашивали на такую кучку поэтому если интересно можете посмотреть так и вы знаете что еще я хочу сделать сразу вам скажу не так давно тоже было видео видео о лаках пинка вот такой вот такой коллекции сил круат мы с вами выкрасили тоже получается вот сколько у нас тут восемь восемь красавчиков и одно место я на видео с вами оставляла так как у меня еще не хватало вот этого 3 номера я хотела когда он придет выкрасить ну так как видео отдельно снимать ради одного лака не интересно поэтому я хочу сегодня вместе с вами еще выкрасить его вот как раз на пустой типс это все по порядку идут 1 2 3 4 5 у нас 6 тут мне нет 7 8 9 10 на такие номера значит это у нас будет 3 ну давайте наверно с него и начнем если интересно тоже можете перейти под видео я все ссылочки оставлю на вот эти два видео может быть вам чтобы было проще найти как вы уже поняли коллекция пинкап это матовая была коллекция очень мне она понравилась знаю что у кого в городе есть магазин подружка то он даже вроде говорят и сейчас или был прямо по очень приемлемой цене ну так вот он выглядит в один слой ну то есть они и так недорогие где я покупала где-то за двести тридцать по-моему так они стали сейчас уже я говорю что-то 69 что мы даже девочку кто писали чате ну в общем конечно им всем надо второй слой так хочу рядом с этим ярко неоновым оранжевым выкрасить наш ярко-розовый достаточно плотный так плотно лег в один слой что могу сказать поносив эти лаки уже некоторые до из этой лапкеры могу сказать такое что некоторые бывают для меня немножечко густоваты их надо подразбавить а некоторые вот например думаю вот этот как раз более уже по жиже текстура да более комфортно укладывается очень симпатичный вот на моих нагадках тоже был очень приятно укладывался ну как вот это мне кажется поплотнее ну по крайней так сейчас мне кажется красиво какие и вот давайте светленький красиво мы будем сегодня красить все два слоя обязательно принципе все эти лаки двуслойники так ну вот такая красота в этом прям голубой шиммер горит здесь я вижу прям тоже красивый зелененький здесь появляется сатиновый финиш как вот у этого тоже лака специально выкрасила светлый рядом на этот типс и вот такой более похожий на вот этот вот чтобы можно было сравнить название я конечно вам наверное не скажу но это вот я говорю если видео посмотрите поймете там светлый был со слюдой и вот этот тиловый это из коллекции рыбок вот похожи ли они или нет ну в принципе что то у них есть такое общего но здесь слюда аврора и оранжевые такие мелкие слюдинки рваные до глиттер как бы и база такая более розоватая здесь же более разбеленная здесь у нас уже по моему розовая поталь и голубой шиммер я поставил все таки они разные ну вам выбирать эти же все же разные так а вот этот у нас красавец матовый то есть у него финиш матовый вот кстати три тоже матовых название вам потом покажу когда уже в два слоя мы сделаем я вам все названия покажу вместе рядом с флакончиками как выглядят как выглядит такой красивый голографик ими давайте выкрасим черный голографик предыдущий вот зелененький вот этот по текстуре он такой жиденький уже не требует расправлений а вот этот вижу погуще может быть мне понадобится разбавить при покрасе за счет количества тут всяких внутряшек да очень такие богатые внутренности в нем слово такое да подобрала внутренности так вот этот красавец у нас сиреневой тоже с шиммером он тоже такой неплотный такой хорошо очень разравнивается мне нравится ну вот три красоту на вот смотрите как голография да она в черном прям явно видно здесь как голо глиттер такой даже я бы сказала здесь именно линейная голография и здесь виден хорошо такой какой-то бирюзово-голубой шиммер добавим второе слово пинкапа ну это прям такой бишь нюдик да очень симпатичный обратите внимание какая удобная закругленная кисть в этой серии и что уложится он прям так масляная такая текстура этим они мне и понравились я уже успела на ноготках подносить вот этот и вот эти два очень мне понравились и носились достаточно долго вот так если вам захочется глянцем покрыть выглядит более глянцевый да лак они красивые и в глянце и своим родным матовым финишем ну позже вам покажу как он выглядит в матовом подсобном так что касается этих я немножечко вспомнила что вот эти два красавца не зря их рядом сделала они два матовых такой же такие же матовые как вот эти три и эти тоже два матовых то есть они не сатиновый финиш а именно матовый это глянцевый вот видите вот подсох ну прям розовый прям плотно далек на белый типс как однослойник прям выглядит ну очень симпатичный вот пока он не стал матовым можно посмотреть как выглядит здесь мы глянцевым да сделаем сверкает тогда в нем хорошо голубой блиттер а вот матовый мне показалось что не сверкал у этого тоже больше явно виден шиммер красивый такая тут знаете прям красным бьет зеленая красная прям очень красиво тоже но здесь уже матовый появляется здесь еще пока глянется вот как будет если глянцем покрыть очень шикарный мне прям очень нравится голубым даже как будто отдает добавим сюда ну по крайней мере на типсе тут достаточно везде двух думаю третий не понадобится на ноготках так наш зеленый линейный голографик мне кажется такой голографик будет хорош в любом сезоне да зелененький и летом как по цвет травки смотрите какое буйство голографии да очень симпатично и зимой думаю тоже будет хорошо так черный черный как я уже говорил здесь прям такая богатая начинка прям тут много много всего напихано да прям красота давайте еще сюда добавим и уже покажу из-за того у нас такое м это нитка Ну вот, смотрите. Красивые. Вот так. Ну, а теперь, как обещала, показываем с флакончиком рядом. Вот как выглядит наш пинкап. В нем просглядывает какой-то, знаете, золотой шимирок. Мне кажется, эта коллекция хороша и в глянце, и в мотке, как я уже говорила. Так, если на ручке, то это выглядит вот так. Оттеночек такой вот. Нюдика. Очень симпатичный. На ноготках. Так что, присмотритесь к этой коллекции. Так, эти у нас тоже стали уже матованы. Выглядит он точно так же, как во флаконе. Вот такой он у нас матовый. Тоже очень интересный лак. Вот, смотрите, все трое, да? После подсыхания. Зеленый такой получается немного текстурный. Так, я не показала название. Вот название, значит, розовенького. Теперь показываю зеленый. Вы мне потом обязательно напишите, какой вам лак больше. Светленький. Какой вам лак больше нравится? Вот здесь вот прям голубой. В жизни я вижу его ярким. Вам он как-то засвечивает, что ли. Даже, не знаю, прям. Трудно показать. Но он там есть. Ну, вот такие красавчики. Если по цветам сравнивать, да? Вот мы хотели сравнить эти сырные и этот с этим, например. Все-таки они разные. Мне его понравятся. Если эти сравнить, то тут втил уходит. Хотя вам на камеру он больше, наверное, синий. Этот зеленее. Зелененький. Название. Очень красивый. Черненький. Тоже выглядит так же, как в флаконе. То есть, да, бывает, когда лак отличается от флакона. То есть, тут один цвет, а на типсах уже как или на руках мы делаем. Он отличается. Здесь же нет. Мы не видим разницу. И последний у нас сиреневый. Тоже соответствует. Красивая тройка, да, такая получилась. Смотрите, раз в фокусе в голографии. Хорошо видно в черном. Вот на ноготках. Ну, вот такой у нас сегодня с вами получился обзор. Обязательно мне напишите, какой из лаков вам понравился больше. Знакомы ли вы с такими базами, как они вам? Если вы успели обратить уже внимание на эту новинку на Валберес и на Озон, и если уже, может быть, даже приобрели, расскажите, как вам они. А если нет, то заинтересовались ли новинкой. Если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Также заглядывайте, как я вам уже говорила, в Инстаграм, в Телеграм. Там как раз я буду выкрашивать эти базы и эти лаки тоже. Сфотчи обязательно там всегда у меня будут. На все лаки. Поэтому обязательно тоже подписывайтесь. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. И всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok